Добрый день, я Екатерина Зернова, народный мастер Российской Федерации под качество, методист Государственного музея-заповедника Куликово-Поле, филиала Тульские древности. Вот и подошли к концу нашей встречи из серии «Отвелите на до станка». Завершающая будет посвящена станку. У нас нет возможности снимать этнографический большой станок, мы покажем, как работают на маленьком настольном. Тем более, что достаточно много внимания в наших встречах мы уделяли современным инструментам и тому, что доступно для современных мастериц. Но, конечно же, я расскажу об устройстве старинного станка. Итак, в основе нашего настольного станочка лежит бердышко, точно такое же, как мы использовали для ручного ткачества. Оно позволяет нам ткать, как на двух подножках, на историческом этнографическом станке. То есть здесь у нас образуется зев, точно так же, как когда мы ткали на бердышке. И мы можем использовать здесь уточек. Мы можем ткать в технике закладного ткачества, можно делать какие-то клетчатые ткани, пестрить. Можно и бранное ткачество использовать здесь. В технике бранного ткачества можно сделать какие-то салфеточки достаточно крупные, поскольку здесь наша заправка регламентируется бердышком. Такой станок позволяет использовать порядка 140 нитей одновременно. Если же вы будете в работу включать второе бердышко, оно здесь предполагается, то количество ваших нитей увеличится. И вы сможете создавать ткань не только полотняного плетения, но, например, и саржевого. Но это уже предмет для отдельного разговора. Мне захотелось сделать завершающую встречу, посвященную креативному, современному ткачеству. Мы говорили о том, что делали исторически. Пояса, тесьму, одежду из ткани. Что же можно делать сейчас? Можно делать интересные костюмы, пледы, шали. Можно делать тканые элементы. Я очень люблю, например, ткать сумочки самые разные. В данный момент у меня очень простая заправка из хлопчатых нитей, которую я использую для создания ярких, креативных сумочек. У мастериц сегодня выбор просто огромный. Нитей в магазинах масса. Если мы создаем реплику по историческому изделию, мы ограничены в выборе, это может быть лен, шерсть или хлопок. Вот такие нити. Мы ограничены в цвете, в орнаменте и так далее. Но мы никак не можем ограничивать свою фантазию, если мы создаем что-то для себя. В этом случае мы можем взять, во-первых, меланжевые нити, которые дают какие-то дополнительные возможности. Мы можем сочетать несколько утков. Каким образом это делается? В данном случае, если мы будем просто использовать вот эту яркую нить, ну, может быть, и не очень яркую, но она помогает нам чередовать разные цвета. Так, немножечко натяжение увеличим в нашем станочке, чтобы нити основы были хорошо зафиксированы. В работе на станке, так же, как и в ткачестве на бердышке, мы все равно должны стараться удерживать одну и ту же ширину, не перетягивать, а оставлять небольшую петельку сбоку и класть уточек по диагонали, для того, чтобы нить лежала свободно. Мы переставляем бердышко, у нас появляется новый зев, и в этот зев мы снова проводим уточную нить. В данном случае я использую большие челноки, которые называются иглицы. Это исторически сложившаяся форма. С такими челноками часто работают на станке. Они удобны, если вы кете, допустим, дерюшки, используете какие-то широкие толстые нити или даже трикотажную пряжу. Почему называются дерюшками такие коврики? Потому что раздирали на части старую одежду и использовали ее как уточную нить. На самом деле, чем толще нить, тем эффектнее получится ткань. Здесь я использую достаточно тонкую нить. Ткань получается мягкая, приятная, но тоже достаточно тонкая. Если же мы возьмем нить потолще, мы можем создать очень необычную, фактурную вещь. Как, например, вот такая сумочка, в которой я добавила еще валеный элемент. Можно ли использовать сейчас старую одежду? Да, конечно. Точно так же мы можем взять старые трикотажные вещи или хлопчатые. Главное, не сочетать ткани разного качества и сделать себе дерюшку. А может быть в этническом стиле или в стиле боха, как сейчас говорят, какую-то необычную сумочку или жилеточку. Все, что вам подскажет ваше воображение. Ну, а теперь давайте попробуем сочетать два утка одновременно. В данном случае для натяжения мы используем специальные вот такие винты. В историческом станке для этого используется инструмент, который называется притужальник или еще встречается выражение притяжальник, который позволяет натягивать основу. Здесь, конечно, у нас все проще. Я уже подготовила второй уточек, вторую уточную нить. Она достаточно толстая. Если мы начнем ее сочетать с тонкой, у нас возникнут проблемы. Поэтому первую ниточку мы должны заменить двойной. Я добавляю второй уток, например, вот с этой стороны. Я показываю такое необычное, так сказать, сочетание двух разных нитей для того, чтобы вам было проще работать не только на станке, не у всякого есть настольный станок, но и на бердышке, если вы захотите ввести новый уток. Как это сделать? Как аккуратно оформить край? Ведь на самом деле наши встречи отвечают далеко не на все вопросы, которые у вас возникнут. А что делать, если оторвалась нить основы? Если закончился уток и так далее. Безусловно, об этом можно было бы снять еще не только 10, но и 20 отдельных сюжетов. Вторую точную нить мы проводим с другой стороны. Два наших уточка должны встретиться вместе. Для этого нам нужно точно найти точку пересечения. Я оставила вот такие маленькие хвостики по бокам. Для чего? Для того, чтобы мы смогли их заправить в следующий шаг и они не были видны на лицевой стороне. Итак, наши два уточка встретились. Теперь мы меняем зев. Здесь мы не можем использовать для подбивки нож-бральницу. Мы используем само бердышко. В этнографическом станке для этого используется инструмент, который называют набилки или набелки. И внутрь этого инструмента помещено бердо, которое регламентирует ширину ткани, но никоим образом не помогает формировать зев. А в данном случае я заправила те хвостики, которые остались, так, чтобы они ушли на изнаночную сторону ткани. Можно делать так. Можно делать иначе. Каждый мастер определяет сам для себя. Что я сделаю дальше? А теперь мы сделаем интересные узелочки на лицевой стороне ткани для того, чтобы получилась такая креативная, необычная вещь. Наши два уточка пересеклись. И мы их возвращаем обратно. Ни в коем случае нельзя перетягивать, иначе ткань очень сильно деформируется. Так. Подбиваем в нашем случае бердышком и меняем положение. Теперь посмотрите, какой узелочек у нас красивый получился. В тульской традиции, если пересекались два разных цвета, старались такие узелочки прятать наизнанку. А в северной традиции, наоборот, старались их показывать, потому что казалось, такая ткань более интересной. Вот. Вот один из любопытных приемов, который мы можем использовать. Видите, здесь у нас встречаются две уточные нити, и получается два разных цвета. Можно ткать полосами, используя то один уток, то другой. Можно добавлять бахрому, бантики, все что угодно. Давайте посмотрим, что необычного может получиться на ткацком станке. Итак, мы можем использовать меланжевую нить, ничего не добавляя и не меняя. Если эта нить интересная, фактурная, яркая, у нас могут получиться вот такие интересные спецэффекты. Но я добавила сюда еще валеных животных. Обратите внимание, что ручки для этих сумочек выполнены из шнуров техники плетения крест-накрест, а шнуры сделаны на мельнице. Вот так, сочетая разные технологии, мы можем делать интересные и функциональные вещи. мы можем использовать меланжевую нить и добавлять к ней вторую. Например, здесь, посмотрите, я использовала меланж и добавила еще коричневый уток, нарисовав как бы этим ромб. Такой прием существует и в этнографии, но здесь я его сделала немножко по-своему. Мы можем просто сочетать разные нити, делая полосатую ткань. посмотрите, как интересно смотрится креативная пряжа с люроксом в данном случае. Мы можем в ткань добавить бахрому. Такой прием использовался так называемые лохматые коврики или ляпики или лепачиха, как говорили, делался именно так. Такая бахрома держится гораздо лучше, если она добавлена в процессе ткачества. Таким образом, мы используем этнографические приемы и сочетаем их с современными материалами. А бывают очень интересные нити, которые похожи, например, на траву, на мох. Вот в этой сумочке, допустим, я использую креативную нить, которая напоминает мох. И опять добавляю валеный элемент. Ну, а если фантазия разыгралась, можно сочетать, например, тканую сумочку, вот такую связанным изделием и пришить к ней брелочек в виде вот такого горшочка с травкой. С травкой. Ну, а если говорить о традиции, то, конечно, на таком настольном станке вы сможете освоить далеко не все. Необходим этнографический станок для того, чтобы научиться настоящему убранному ткачеству. А это совсем не то, что ткать на сволочке или на бердышке. Этнографический станок удобен для того, чтобы создать плотные, хорошего качества терюшки или половички, как их называли. Либо вы можете использовать настольный станок, близкий по устройству к этнографическому. Ну, а может быть, вы сможете и сами собрать станок когда-то. Какие же возможности нам дает ткацкий стан? Это простые холсты, пестрые и клетчатые ткани, полосатые ткани, ткани технического назначения, те, из которых делались, допустим, мешки какие-нибудь и так далее. Можно было ткать даже аналог циновок и, конечно же, узорные бранные ткани, которые украшали рукава, рубах праздничных, которые украшали пояса завесы или фартуки, как их называли, которые красовались на прекрасных полотенцах или рушниках. Так что у нас с вами впереди еще целое море открытий. Давайте вспомним то, что мы успели изучить за эти 10 встреч. Во-первых, мы говорили о том, как пользуются веретеном и самопрялкой. Без придения трудно понять ткачество. Придение нам необходимо, потому что оно помогает узнать, каковы качества нити, как она создается, как ее использовать. Мы с вами изучили разные виды плетения, которые также необходимы, особенно при реконструкции костюма, например, исторического или этнографического. Мы с вами узнали о том, какие ручные инструменты для ткачества использовались. дощечки, бердышко, сволочок. Мы узнали о различных приспособлениях и для плетения. Ну и наконец немножечко поговорили о станке. Конечно же это только самое начало разговора, потому что станок это море технологий, как я уже сказала. Но я бесконечно благодарна вам за то, что вы уделили внимание, посмотрев наши фильмы. Мы будем очень рады вашим вопросам, комментариям. Возможно последует продолжение, если вы захотите о чем-то узнать больше. Поскольку очень многих вопросов я не коснулась. Мы не говорили об оформлении поясов, об изготовлении различных кистей, о том, как можно сочетать например тканые изделия между собой, шивать их, как можно добавлять уточную нить или нить основы, в случае, если она оторвется и так далее. Целое море хитростей, знаний того, что оставили нам наши предки, осталось за кадром. И если вы захотите исследовать вместе это море, мы будем очень рады. Большое спасибо! Ждем вас в нашем музее! хитростей, хитростей,